Всем добрый день! В этом году наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра I. Петр Великий – выдающийся государственный деятель, московский царь из династии Романова, Всероссийский император с 1721 года, Великий Реформатор. Это первый руководитель в русской истории, который много путешествовал и обучался ремеслам в европейских странах. Петр был младшим сыном царя Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Точное место рождения Петра неизвестно. Некоторые историки указывали теремной дворец Кремля, а по народным сказаниям родился он в селе Коломенское. Указывалось также и Измайлово. Отец царь Алексей Михайлович, ему много детей. Петр был 14-м ребенком, но первым от второй жены царицы Натальи Нарышкиной. Сергей Михайлович Соловьев, известный русский историк, писал, что Петр I был действительно великим, как и прозвали его в народе. Петр не был славолюбцем. Он жил и трудился на благо народа и заботился только о нем. Он осознал, что его обязанность вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Историк отзывается о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все успехи России, как во внутренних делах, так и во внешней политике. Он показал органичность и историческую подготовленность реформы. Жизнь его была сложной, но до сих пор ее изучают множество историков и выявляют все новые и новые интересные факты. Об этой знаменитой личности снято много документальных и художественных фильмов, трактатов, статей, романов, эссей и стихов. Чем только не увлекался Петр. Прекрасно рисовал, освоил работу каменщика, плотника, изучал зубоврачебное дело, даже хирургии. 14 ремесел смог одолеть Петр Алексеевич. Он заботился о состоянии народа, стремился сделать его образованным. Ему предстояла трудная задача. Для обучения русских людей он вызвал иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились подчинить учеников своему влиянию. Он хотел, чтобы обязательному обучению грамоте подбежало хотя бы дворянство. Детство Петра проходило не в Кремле, а в Коломенском, в селе Воробьеве и в Преображенском. Петр очень любил жить в окрестностях Москвы, в селе Преображенском. Он там проводил целые дни со своими сверстниками. Сначала царевич занимался картинками, книгами, игрушками, преимущественно военного характера. А затем ему стали присылать оружие, из которого уже можно было стрелять. Мальчика привлекала учеба по военному искусству. Петра научили грамоте, призвали по обычаю дьяка, умеющего хорошо читать и писать. Он строил земляные крепости и брал их. Пока Петр играл и воевал с потешными, то есть с его товарищами, назревали крупные события. Дочь Алексея Михайловича Софьи решила венчаться на царство. Некрасивая собой, но очень умная. Она захотела присвоить себе власть. В этом она опять надеялась на стрельцов. Их начальником был шокловитый, готовый для царевны на всякое злодейство. Софья не имела законных прав на престол, но Петр повзрослел. И Софья понимала, что он не позволит ей распоряжаться. И что с ним выросли его друзья, которые превратились в хорошо обученных солдат. Про возглашение Петра усмотрели ущемление своих интересов и стрельцы. В Москве их было более 20 тысяч. Они давно проявляли недовольство, подстрекаемые Милославским и шокловитом. 15 мая 1682 года выступили стрелецкие полки с криками, что Нарышкины задушили царя Ивана и двинулись к Кремлю. Наталья Кирилловна Нарышкина пыталась их успокоить. Но пролилась кровь бояр, в том числе и двух братьев Нарышкиных. 26 мая выборные от стрелецких полков явились во дворец и потребовали, чтобы Иван признался старшим царем, а Петр – вторым. В результате правительницей при двух малолетних царях стала их сестра Софья. Петр показывал, что ему неприятно правление Софьи. Он подошел к сестре и объявил, что ей не место в процессе вместе с мужчиной. Но Софья приняла вызов и не послушалась Петра. Тогда он сам покинул шествие и в гневе уехал в Преображенское. С 4 по 17 августа 1689 года произошло неожиданное решающее событие. Софья велела начальнику стрельцов собрать людей в Кремль, будто бы для сопровождения в Донской монастырь на Богомолье. Вместе с тем распространился слух, будто бы Петр со своим потешными полками идет на Кремль, что он собирается убить царевру и брата Ивана и захватить власть. Стрелецкие полки двинулись на село Преображенское с целью побить всех сторонников Петра. Верные стрельцы донесли царю, что Софья готовится его арестовать. Он поспешно уехал в Троицкую лавру и велел всем верным воинам явиться к нему. Одним из первых, кто явился, полковник Лефорт, который стал любимцем царя. Все войско, народ и часть стрельцов встали на сторону Петра. Борьба продолжалась около месяца и окончилась победой Петра Великого. Софья сдалась на милость брата и получила приказ отправиться в Новодевичий монастырь. Сначала Софья не хотела выдавать Шахловитова, но стрельцы, боясь за себя, заставили выдать его, и он был казнен. А Софью отправили в монастырь под именем Сусанна. Так с 1689 года в 17-летнем возрасте началось царствование Петра. В эти годы Петр интересовался всеми науками, которые имели отношение к военному делу. Под руководством голландца Тиммермана он изучал арифметику, геометрию и военные науки. Прогуливаясь однажды с Тиммерманом по селу Измайлова, он зашел на льняной двор. Забрался в амбары, где лежали старые негодные вещи двоюродного дяди Никиты Ивановича Романова, и нашел бортик – судно особого рода. Тогда он узнал, что оно может ходить на парусах и против ветра. В 1688 году он поручил его отремонтировать, оснастить и спустить на воду. Сам же Петр у мастера выучился всему, начал строить маленькие корабли и кататься на них. А позже возле Плещеева озера заложил первую верфь для строительства судов. Кроме войска и флота, Петр видел, что русским надо многому учиться у иноземцев, и он решает собрать большое посольство и ехать за границу. С ним едет Лефорт, Головин, Возницын, много русских дворян и потешных, и, конечно же, в их числе был Меньшиков. Он вышел с простого народа, в молодости продавал блины и пироги, поступил в потешные. За ум и ловкость понравился государю, став потом любимым фаворитом. Петр уже в 10 лет казался 15-летним. По наружности он был высок и силен, и очень красив. Петр получил слабое образование. Учили его очень худо. До конца жизни писал с ошибками. До 15 лет он не умел делать сложения и вычитания. Это обусловлено тем, что в то время ни университетов, ни средних школ на Руси не было, и его образованием занимались малообразованные дьяки. С юных лет Петр проявлял интерес к наукам и заграничному образу жизни. Иноземцев много вызывали в Россию еще со времен Ивана Грозного, но толку было мало. Завершив азовские походы, он решает отправить на обучение за границу молодых дворян, а вскоре сам отправляется в путешествие по Европе. Петр I из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. На кольце, которое заказал себе царь, было написано «Я ученик и ищу себе учителей». Князь Рамадановский был предан и верен царю. Его он и оставил управлять Москвой. Государством управлять были оставлены князь Нарышкин, бояре Голицын и Прозоровский. Войсками командовали Шейн и Долгорукий. В 1697 году посольства в количестве 250 человек отправились на запад. Петр был среди посольства под вымышленным именем урядника Преображенского полка Петра Михайловича. Так было проще все увидеть своими глазами. Молодой царь действительно ехал учиться. Прежде всего, Петр Алексеевич поехал в Ливонию, которая тогда принадлежала шведам. В городе Риге шведский губернатор делал неприятности нашему посольству. И когда русские дворяне стали срисовывать укрепления крепости, их чуть не расстреляли. Затем государя с честью приняли в Курляндию и в земле Кюрфюрста Броденбургского, где его озаботили посольские дела. Ему все показали и объяснили. Он учился там артиллерийскому делу. Но ему хотелось скорее поехать в Голландию и Англию, потому что там жили самые искусные корабльстроители. Главной целью была поездка в Голландию, которая была великой морской державой и играла большую роль на международной арене. Петр с большим увлечением изучал кораблестроение. За 15 месяцев пребывания за рубежом Петр многое повидал и многому научился. По дороге увидел кузнеца Геррита Киста, который живал в Москве, и поэтому царь знал его. Кист не верил своим глазам, когда увидел русского царя в Голландии. Царь непременно хотел жить у него на квартире, затем записался корабельным плотником и начал работать день и ночь. В свободное время осматривал лесопильни, маслобойни, бумагопрядильни, мельницы. Бывал в домах голландцев, изучал уклад их жизни. Днем утрудился на строительстве кораблей, а ночью изучал бумаги, что ему бояре присылали из России. Вскоре все узнали, что на верфи работает русский царь, и собирались посмотреть на него. Ему это быстро надоело. В Голландии были хорошие плотники, но в Англии было более обширное кораблестроение. Английский король принял царя дружелюбно, подарил ему яхту с двадцати пушками, приказал показать ему все и сделать увеселительное сражение на море. В Англии Петр в совершенстве научился морскому искусству. Затем Петр отправился в Вену на переговоры, откуда хотел уехать в Венецию, чтобы научиться строить галеры. Но в Вене он получает тревожное известие о бунте стрельцов, что и заставило его вернуться в Россию. После возвращения царя с 1968 года началась его преобразовательная деятельность. Он стал вводить в Россию все иноземное, что было полезно для нас. В начале изменения коснулись внешних признаков, отличающих старославянский уклад от западноевропейского. Петр в Преображенском дворце стал резать бороды вельможам. Русские тогда считали грехом брить бороду, и все самые знатные люди носили ее. Петр, вернувшись из-за границы, иногда сам брил им бороды. Потом издал указ об оплате налога теми, кто хотел ходить бородатыми. Кто заплатил, выдавался особый знак. С одной стороны усы и борода, а с другой слова, что деньги взяты. Новый 7208 год по русско-византийскому календарю от сотворения мира стал 700-м годом по юлианскому календарю. Петр I ввел празднование Нового года 1 января. Повелеваю Новый год праздновать 1 января. Дома украшать иловыми, сосновыми и можжевелыми ветвями по образцу Манежной площади. В знак веселья обязую. Поздравляю друг друга с Новым годом. Повелеваю веселью быть. По инициативе Петра открылись новые учебные заведения. Была основана Академия наук. Введена гражданская азбука. Появился первый музей кунсткамера. В 1702 году при участии Петра вышла первая русская газета ведомости. Серьезные изменения коснулись государственного управления. Была осуществлена финансовая реформа. Приказы были изменены коллегиями, выдававшими различными сферами. В 1708-1715 годах Россия была разделена на губерний. В качестве высшего органа контроля был создан Сенат. Указ о единонаследии регламентировал статус дворянства. Управление церквью было передано Сеноду. Значительно изменилась культурная жизнь страны. Петр царствовал 36 лет после Софии. К концу правления Россия стала совсем другой. У него же было 50 больших и 800 малых кораблей. Петр много сделал для промыслов и торговли. Сделал много добра к опеческому сословию. Началось развитие геологоразведки. Открылись горные заводы в Сибири и на Урале. Оружейные, суконные, парусные, стекольные, шпалерные фабрики. Строились крупнейшие верфи. Стал устраивать каналы и водой товары было доставлять дешевле. Он практически реорганизовал все отрасли народного хозяйства. Все реформы были направлены на укрепление государства. Сын своего времени, воспитанник, феодальный верхушки. Он не мог совершить более того, что он совершил. Но и то, что он сделал за свою не очень-то долгую жизнь, для развития экономики и государственных установлений, армии и флота, внешней политики и военного искусства, культуры и быта, благодарная Россия, принявшая Петровское наследие, осваивала и продолжала в течение почти двух столетий. Весьма немало вошел в наш национальный фонд навечно. Это возвращенные земли и выход к морям и океанам. Города и каналы, достижения промышленной и духовной культуры. Героические деяния в труде и на полях сражений. Наконец, развитие национального самосознания народов России.